здравствуйте дорогие зрители сегодня у нас будет детальный обзор одного очень популярного автомобиля в нашей стране так и в россии собственно и в беларуси это kia sportage но эта машина она на самом деле эксклюзивная здесь владелец доработал очень много всего но во всем расскажу ну и в целом поговорим про автомобиль вообще сколько он стоит что это такое какие у него существуют основные проблемы и есть смысл покупать или нет поехали каких-то вот узлов которые прям вас будут постоянно лететь нет моторы для этого автомобиля тема достаточно топкой можно например у вас появились задиры поехать какого-то у дяди вася и проделивать мотор так вот в чем проблема этих задирок если мы говорим про официального дилера он вас отправит сразу же как можно этого избежать я бы рассмотрел рену аркана на самом деле в салоне эта машина гораздо приятнее своих конкурентов я могу сделать вот так поэтому если будете любить эту машину она вам ответит те проехали сейчас позже до путем и достаточно жестко машинки отрабатывала действительно здесь можно спокойно так развалить все вытянуть ножки и просто кайфовать и так какие существуют варианты моторов и коробок на этот автомобиль беларуси это всего три варианта моторов мотор 16 литра двумя вариантами форсировки это 130 две силы и 177 сил соответственно мотор двухлитровый 155 сил и мотор 24 литра по 184 силы в россии еще существует комплектация с дизельным двигателем на самом деле вот она самая интересная но она самая дорогая за автомобили с дизельным двигателем вы готовите уже порядка 40 тысяч долларов что много для этого автомобиля самый популярный мотор на этих автомобилях двухлитровый бензин это вот прям 98 процентов рынка два процента как раз приходится на мотор 16 литра или дизельные варианты 24 литра бензин появился на рынке только сейчас поэтому как бы он еще в статистику не вошел можно так сказать поэтому если будете искать такой автомобиль то большинстве случаев вы напоритесь именно на двухлитровый вариант если будет рассматривать новый возможный вариант еще 24 литра ну дизель если у вас просто хватает денег и вы возможно приедьте в россии купите его давайте по коробкам существует вариант механической коробки автоматической коробки автоматически коробки здесь есть две это шестиступенчатый восьмиступенчатая ну соответственно на деле как раз восьмиступенчатые ставятся и шестиступенчатая механика коробки беспроблемные переключаются плавно хорошо так как надо то есть вот коробкам претензий у меня вообще никаких например по механической коробке тоже не гудит не свистит все передачи стыкаются четко и ясно вот прям вот так должно быть и автоматически коробки их тоже беспроблемный поэтому как бы от плохого про именно коробки сказать нельзя ничего давайте прокатимся на этой машине посмотрим как она себя ведет на ходу здесь ножной ручной тормоз и штука на самом деле достаточно удобно я спокойненько его снимаю у меня нога ровненько на него и собственно попадает когда я туда я ставлю и он мне не мешает потому что педаль на самом деле достаточно высоко находится когда я просто еду поэтому штука реально удобно и по поводу панели приборов все читаем все удобно белые цифры красные стрелки на самом деле все все супер то есть ничего не могу сказать по поводу бортового компьютера тоже все принц понятно выводит и температуру и пробег и скорость можно понять на расход руль регулируется как по высоте так и по вылету можно под себя построить все удобно ну что поехали прокатимся руль с электроусилителем то есть при движении он наполняется усилием действительно очень приятная штука на парковке можно крутить чуть ли не одним пальцем а когда едешь наливается но машины чуть жестковато вот чувствуется мы проехали сейчас позже до путям и достаточно жестко машинка все отрабатывала но тем не менее не так жестко например как легковые вся эти там вообще беда руль очень удобно и держаться приятно вот идет выемки они действительно классные шумоизоляцию машины вполне себе приемлемая то есть ничего не напрягает коробка и вообще не щеком работает просто машина разгоняется еще но кстати если ставить руку на подлокотник двери то нам некто низковато может быть опять же дело привычки кресла подстроить зеркала к игре сферически то есть слепая зона у машины действительно очень маленькая климатическая установка здесь работает очень здорово но именно кондиционер то есть вот только только начали движение собственно в салоне уже тепло ну динамике от этого мотора сильно ждать не приходится он не для этих целей но по городу спокойной эксплуатации за глаза хватает и люди пишут что по трассе тоже принципе легко к нему привыкну тормоза мне здесь очень нравится чуть только ножку положил уже начинает машина схватывать единственность боковые поддержки для меня не особо удобно комплекция такая большая и они немножко спину впиваются кому как пока под каждую спину так сказать своя должна быть сидушка но столько все-таки реально огромное то есть вот в угоду безопасности они сделали очень большие стойки и она закрывает очень много пространства здесь в этой комплектации нет камеры заднего вида владелец доставлял ее сам вот и также кстати сделал омыватель этой камеры это вот фишкой причем работает только тогда когда вы включаете заднюю передачу это здорово на самом деле то есть все все возможно в этой машине можно сделать все давайте поговорим про конкурентов этого автомобиля ну во первых я бы выделил здесь рено аркану хотя мне дилеры киа впаривали что это разные машины что аркана другой уровень что она на базе с логаном бред действительно аркана и kia sportage они очень очень похожи между собой и честно говоря я бы отдал свое предпочтение на самом деле просто я не считаю что то разность цене которые есть между вот этой машины арканы она оправдана поэтому те задирая действительно цена вас недавнего времени буквально там три года назад они резко подняли цен на свои автомобили и цены стали действительно очень большими для этих автомобилей как ни странно вот хавейл h7 сейчас вышел если очень достойная машинка и ее можно рассмотреть но если мы говорим про вторичный рынок то у китайцев цены просто проваливаются то есть вы будьте готовы если покупать такой автомобиль что он очень сильно упадет в цене когда вы будете продавать опять же робот китайский с двойным сцеплением до моторы вот эти высоко форсированные я не стал с этим пока что связываться во всяком случае ним должно появиться доверие на нашем рынке тогда их уже можно будет рассматривать опять же джили атлас такой себе выбор на самом деле машины не беспроблемно откровенно не беспроблемно с диким расходом топлива чем не оправданно то есть она и не едет и жрет до хрена бред просто бред и те деньги которые не просят за эту машину космоса вообще тигуан до достойная машина можно смотреть хендо туксон ну извините это по сути та же машина в этом разница будет вообще минимально то есть разбежка есть как в нижнюю сторону такой верхней это вот машинка находится в такой середине этого сегмента до который начинается от дастера и заканчивается всякими сорентами кодиаками и так далее вот он где-то там посерединке у него есть более дешевые комплектации из более дорогие и он как раз все это закрывает поэтому ну машина действительно достойная вот на самом деле это был бы один из так сказать фаворитов вот в этом сегменте если я выбирал себе автомобиль но честно говоря дороговато вот на самом деле им бы скинуть еще вот тысячи три-четыре долларов вот с цены этого автомобиля потому что например с двухлитровым мотором с полным приводом и автоматом вы отдадите за это автомобиль 2627 тысяч долларов то есть вопрос это будет двадцать пять тысяч долларов я говоришь из конкретно про беларусь поправится 25000 долларов но таких машин нет у них сразу из brothers доп опции и в ценник выходе до двадцать семь тысяч долларов сказать что это мало я не могу потому что время реально аркану на топовую версию совсем-совсем-совсем будет двадцать пять тысяч долларов до а здесь это такая сферненькая версия то есть не будет принципе все что вам нужны но не будь таких приятных допов да там каких-то, тебе там бесключевого доступа и еще какой-то вот хрень. Но как бы каждый решает сам. Бесспорный плюс этого автомобиля это безопасность. Эта машина реально вот в этом сегменте самая безопасная. И безопасность это идет в базе. То есть вы покупаете просто любую, любую абсолютно комплектацию этой машины и вы получаете всю безопасность. Это прям вот круто. На самом деле очень круто, потому что машина действительно спасет вашу жену, ваших детей, вас и это здорово. Поэтому если вы рассматриваете машину именно вот как подсемейный автомобиль я бы отдал предпочтение этой машине. Потому что по безопасности равных и действительно нет. Если мы рассматриваем автомобиль по динамике, я бы сказал что мне Аркана понравилась больше. Потому что она ощущается резвее что ли. Стоит она на дороге приятнее. Отрабатывает она неровности мягче. Ну и сразу по надежности подвески. Подвеска здесь в целом беспроблемная. То есть каких-то вот узлов, которые прям у вас будут постоянно лететь нет. То есть зависит конечно от эксплуатации. Если вы там будете гонять по каким-то колдобинам, по плохим дорогам, конечно она будет рассыпаться. Но в целом эти машины ездят там 100-150 тысяч без каких-либо существенных вложений в подвеску. Там понятно какие-то резины, стойте стабилизаторы. Это расходники. Но вот таких капитальных вложений в эту машину не будет. То есть машина достаточно легко обслуживаемая. Цены запчасти тоже приемлемые. И вот как-то назвать эту подвеску проблемной, язык не поворачивает. Действительно все нормально. По поводу лакокрашенного покрытия. Ну оно как у всех японцев, корейцев, французов, да наверное почти у всех современных автомобилей достаточно слабая. Но машинки действительно не гниют. То есть они подгнивать уже начинают там после 8-10 лет эксплуатации. По поводу светофар все круто. Действительно светит очень хорошо. По поводу динамики. Не та машина. Действительно не хватает ей немножко этого мотора. Мотором 2,4 литра она будет ехать так, как должна. Или с дизельным мотором. Вот эти два мотора, если вы рассматриваете машину для более или менее динамичной езды, они вам лучше всего подойдут. Если вы рассматриваете машину просто, как для эксплуатации из точки А в точку Б, к нему можно привыкнуть, подстроиться и на обгонах где-то чуть заранее выбирать. Нормально. Единственное, что проблема конечно с мотором. Но это единственная такая вот глобальная проблема у этого автомобиля. В целом автомобиль очень достойный. Но для своих целей. То есть этот автомобиль должен передвигаться по городу. Он не заточен под бездорожье. Он может куда-то выбраться, на какую-нибудь дорогу, побуксовать, потому что автоматы механика это позволяют. Но полный привод у него настроен не под бездорожье, а именно под комфортную эксплуатацию в плохих условиях. То есть дождь, снег. Он просто будет вам давать комфорт при вождении. Он будет выравнивать машину, когда нужно будет вас там выгребать откуда-то. И все. Если вы рассматриваете бездорожье, это либо если у вас бюджета не хватает, к Дастеру. Либо если у вас бюджета хватает, Toyota Fortuner или Mitsubishi Pajaro Sport. А вот в этом сегменте, ну, наверное, не будет у него таких вот прям конкурентов, потому что, в принципе, все машины в этом сегменте больше заточены именно под комфортную эксплуатацию по городу, по трассе. И вот минимальные вылазки на бездорожье. Что касается салона этого автомобиля. Во-первых, когда садишься или вылезаешь, можно шарахнуться головой. Я первый раз, когда садился, я голову не пригнул и с непривыски вот об эту хрень ударился. Вы садитесь и, видите, голова вот прям ровненько прилетает сюда. Нужно ее пригибать. По поводу материалов отделки салона. Прям вот вообще зачет. На самом деле в салоне эта машина гораздо приятнее своих конкурентов. Все на своем месте. Все как-то вот сбито, сглажено. Вот все так, как надо. На самом деле, вот я бы расположил в этой машине все ровно так, как оно в ней расположено. Поэтому очень нравится материалы отделать. Очень приятный руль. Вот кнопочки на руле. Вот это все хочется трогать. Оно какое-то вот прям, ну, мне нравится на самом деле. Вот все, к чему я прикасаюсь, оно расположено очень правильно и очень приятно сделано само по себе. Много полочек. У вас не возникает желания, например, забить по стаканике чем-то там, телефоном, еще чем-то. Потому что под это есть отдельные полочки. Под монетой есть отдельная полочка. Под телефон есть отдельная полочка. Сюда можно документы положить, карточки какие-то. Класс. На самом деле все здорово. Вот здесь вот очень большая полочка, куда можно спокойно засунуть свой телефон. Причем там же разъем под AUX, там же разъем под USB. Ну, молодцы, на самом деле. То есть они продумали этот автомобиль до мелочей. На самом деле до мелочей. И это здорово. Машина так и должна быть продумана. То есть, чтобы все было на своем месте, все было удобно, все как-то вот для водителя сделано. Зеркала здесь, к сожалению, слепые зоны имеют. Но, опять же, они достаточно большие. И слепые зоны, соответственно, маленькие. По поводу обзора, да, стойки здесь огромные. И видно все, ну, не очень хорошо. Потому что они вот еще и вытянутые, достаточно широкие. Но это сделано в угоду безопасности. Поэтому тут как бы ничего сказать не могу. По поводу вот этого вот скоса, да, крыши. Ну, на самом деле так немножко, что ли, зажимает. Вот так по ощущениям, как только я сюда сел. Но, в целом, все приятно, все комфортно. И я не скажу, что у меня над головой мало места. Нет, места очень много. На самом деле, и достаточно высокий человек здесь спокойно расположится. Регулировок руля тоже хватает. Дефлекторы все приятные. Магнитовый, действительно, тоже приятный. Здесь, кстати, стоит не климат-контроль, а обычный кондиционер. Но вот эти кнопочки все сделаны очень хорошо. Действительно, вот докопаться по интерьеру к этой машине очень трудно. Карта двери узковата. Реально, вот, ну, меня просто в машинах напрягает, потому что я всегда локоть хочу на нее положить. А нет, здесь не получится. Но здесь очень удобно расположен именно подлокотник водителя, который находится на двери. Да и, в принципе, это тоже удобно расположен. То есть, как-то все на своем месте, вы знаете, вот так, как и должно быть. Поэтому здесь Kia бесспорный лидер вот в этом сегменте. То, что за относительно, подчеркиваю, относительно небольшие деньги, вы получаете действительно очень хорошую эргономику. Есть разные режимы работы дворников, да. То есть, можно там быстрее, медленнее. Вот это у меня на Дастер, например, очень не хватает этой функции. Здесь возможен, ну, именно в российских машинах, возможно, адаптивный круиз-контроль. Такая штука. Здесь, на самом деле, есть автоматический свет фар, автоматический датчик дождя, подогрев лобового стекла. То есть, по функциям здесь возможно много-много-много всего. На самом деле, тот же бесключевой доступ. Все это есть. Но, деньги. Все это стоит много денег. Если, например, Рено Аркана это все вам даст, грубо говоря, за 25 тысяч долларов, то здесь это выйдет уже в районе 35-40. То есть, 10 тысяч долларов разница с Рено Аркана, если мы говорим про топовые комплектации. Вы готовы заплатить 10 тысяч долларов за то, что эта машина заняла там первые места в рейтингах безопасности, за то, что ее задние кресла откидываются, и за то, что она вроде как немного надежнее, чем Аркана. Ну, там, например, в плане подвески, возможно, в плане коробки передач. Я нет. Кстати, обзор на Аркана смотрите на моем канале. Подсказочка будет сверху. Там как раз все подробно объяснили, рассказали. Кому будет интересно действительно сравнить эти два автомобиля. Из недостатков хотелось бы отметить достаточно маленький бардачок. Ну, он реально здесь маленький. Сюда там пара документов лезет и все. Качество музыки, оно неплохое. Реально музыка неплохая. Но, опять же, ну, не идеальная. Ну, здесь, правда, не топовая аудиосистема, поэтому, скорее всего, в топовых версиях получите лучшую музыку, чем здесь. И то, что автостеклоподъемник работает только вот здесь, к сожалению. Почему-то они не могут сделать хотя бы передние автоматические стеклоподъемники. Копеечная экономия, да? Но, тем не менее, этой функции здесь нет. Также нет ручки на водительском месте. Не знаю, почему они здесь ее не делают. Потому что, ну, очень удобно за нее держаться, там, когда, не знаю, где-нибудь вылазишь или просто поправится. По поводу сидений, мне не понравилось то, что здесь нет поясничного подпора. От всего нет, и он даже не регулируется. Например, в Ренуаркан это все есть. Пожалуйста, занимайтесь. И сами по себе сидушки достаточно короткие. Есть такой момент. Ну, не знаю, боковые поддержки есть. То есть, держит меня хорошо, обнимает меня так, как надо. Подголовник расположен так, как надо, вот, действительно. И, в целом, ну, вроде неплохо. Но, честно говоря, у меня такое вот сомнительное отношение к сидушкам Kia. Потому что я знаю, что у меня на них спина затекала очень сильно. Там шея, ноги. Оп. Ну, что я могу сказать? Четыре с половиной пальца где-то. То есть, больше десяти сантиметров запаса. Сидеть здесь реально очень удобно. Места очень много. И... Сюда же ты достаточно комфортный. То есть, есть боковые поддержки, чтобы меня не выкидывал на каких-то крутых поворотах. То есть, действительно здесь комфортно. Также есть внутри розетка USB. Конечно, смущает вот этот вот тоннель, потому что машина переднеприводная. А тоннель сделан для того, чтобы вот под ним проходил кардан. Но возникает такой, в принципе, нетривиальный плюс. Вполне возможно, здесь можно доставить полный привод. Вопрос, нужно ли вам этот? Обдув задних пассажиров так, как надо. Не просто там снизу, да, где-то из ног выдувает. А именно вот. Чтобы вам было тепленько. Кнопка включения подогрева заднего сиденья расположена здесь. Ребята, это здорово, блин. И где-то там, да, мне надо искать тянуться ногами. Я ее там буду задевать, если колено ему прось, например. Ну, просто там перелезать буду. Она расположена здесь, в удобном месте. Я ее никогда не потеряю, всегда найду. Классно. Даже вот эти вот задиры в моторах. Ну, блин, особенность, да. Особенность современного автопрома. Нужно откуда-то сосать деньги у людей. Но в целом машина очень достойная. И вот эта переплата, действительно, она, мне кажется, идет на то, что эта машина безопасна. И по эргономике вопросов в принципе не возникает. Итак, давайте почувствуем себя задними пассажирами Kia Sportage. Я, например, ну, езжу по городу. То есть положение, когда задняя полка отодвинута максимально вперед. И я могу так откинуться. Мне удобно, места много. То есть, в принципе, спину мою не напрягает. Я расположусь так, как мне хочется. Но, если я заднюю полку передвинул назад. Еще, да, во второе положение. Я могу сделать вот так. Оп. Я практически лежу. То есть, ребята, действительно, здесь можно спокойно так вот развалиться. Вытянуть ножки. И просто кайфовать. Машина реально сделана для людей. Поэтому, если вы рассматриваете машину под большую семью, под дальние поездки. С задним пассажиром здесь будет очень комфортно. У них есть все условия. У них есть все обдувы. И возможность откинуть кресло так, как им нравится. Че еще надо? Открывается он так приятно. Нормально все. Каждый упор работают. И, ну, вы видите, да. То есть, запас где-то, по-моему, ну, сантиметров 10. У меня 1,8-2, где-то 1,90, может 1,95. Здесь эти высоты есть от пола. Багажник здесь реально большой. Да. Он больше, чем у Duster, больше, чем у Captura. И больше, чем у Arkana. Поэтому, если вам нужен большой багажник, добро пожаловать. И, опять же, ну, единственное, вот эти вот колесные арки, да, их назовем. Они достаточно большие и скрадывают очень много места. И приятный бонус. Колоночка в багажнике. Ребята, то есть, в принципе, сюда можно заколхозить какой-нибудь сабик. И будет валить как надо. Вот какой-нибудь сеселок еще туда спрятать. Вообще тема. Есть подпол. Кстати, крышка вот эта крепкая. Из хорошего такого ДСП. То есть, она не развалится, не рассыпется, как на многих машинах через пару лет. И есть достаточно много места внутри. То есть, там полноразмерная запаска. И сюда есть, что положить. То есть, здесь вот лежит огнетушитель, домкрат, насос, еще какой-то пакет. И действительно, место под это есть. По поводу полочки. У нее есть два положения. Для того, чтобы заднее кресло можно было сильнее откинуть. То есть, вот они даже этот момент продумали. Кстати, приятная особенность. Ручки, закрывание багажника из двух сторон. Действительно, очень круто. То есть, вы, например, слева у вас есть вот эта полость. И справа у вас тоже есть полость. Действительно, класс. Молодцы. Про моторы. Тема для этого автомобиля действительно топкая. Потому что проблемы есть. Действительно, проблемы есть. И большинство проблем у этого автомобиля связаны именно с его моторами. А именно с двухлитровым мотором или мотором 2.4. По сути, эти моторы одинаковые, но с увеличенным ходом поршня. С увеличенным размером цилиндров и так далее. И проблемы у них, соответственно, тоже одинаковые. Итак, какие это проблемы? Ну, все, кто рассматривал покупки этот автомобиль, наверняка сталкивались с тем, что везде на форумах, во всех обзорах про это говорят, то, что двухлитровые моторы имеют задиры со временем. То есть, после пробега, там, начиная от 40, наверное, 50 тысяч километров и, там, ну, до 150 в лучшем случае, у этих моторов появляются задиры. Да, безусловно, есть исключения, но подавляющее большинство этих моторов задрано. Почему так происходит? Во-первых, эти моторы алюминиевые. Они имеют алюминиевую головку блока, они имеют алюминиевую клапанную крышку. И на это все слабое. И вообще, по сути, алюминиевые моторы в большинстве своем рассчитаны на пробег 200-300 тысяч километров. Не больше. А то и меньше. Вы скажете, так эти же моторы диризуются, да? То есть, можно, например, если у вас появились задиры, поехать к какому-нибудь там дяде Васе и продиризовать мотор. Да, можно, но гарантиям на это никто не даст. На самом деле, эти моторы очень сложно поддаются в диризовке, и не все за это берутся в принципе. Если мы говорим про официального дилера, он вас отправит сразу же. Официальный дилер либо меняет мотор этот целиком, либо отправляет вас куда подальше. Потому что никому не хочется сталкиваться и связываться с этой проблемой. Потому что никто не даст гарантии на результат. Есть действительно умельцы, кулиби, на которые это все делают, у них все хорошо. Но, ребята, давайте будем честными. Не у всех есть такие знакомые. И вы не будете 100% уверены, если вы приедете к какой-то сервису, даже с хорошими отзывами, что они там сделают все хорошо. Поэтому диризовка алюминиевых моторов, ситуация возможная, но не хотелось бы с этим сталкиваться. И стоит это достаточно немалых денег. Порядка там от 1000, наверное, долларов, если там у каких-то знакомых делать, и до 1500, до 2000 долларов. Я имею в виду это с запчастями, с работой. И я не скажу, что это дешево. Действительно, не скажу, что это дешево, но новые моторы на этот автомобиль стоят порядка 5000 долларов. Ну, 4-5 тысяч, как найдете. Бушные моторы стоят порядка 2-2,5 тысяч долларов, если мы говорим про двухлитровое исполнение. Сказать, что это дешево, я не могу. Поэтому столкнуться с этой проблемой, ну, очень не хотелось бы. Но ситуация действительно возможна. Просто имейте это в виду. С мотором 2,4 литра, как я уже говорил, проблемы абсолютно те же. Опять же, кто-то говорит, что есть словацкая сборка, что есть российская сборка, что моторы словацкой сборки не подвержены задирам. Брехня. Вот, откровенно, брехня. Потому что и в Беларуси, вот, я смотрел блогера, не буду называть фамилию, он конкретно показывал задиры на моторах именно в Беларуси. А в Беларуси, как все говорят, да, у нас только словацкая сборка автомобилей. И вы хотите сказать, что они не задираются? Конечно, блин. 300 раз они все задираются. Потому что конструкция моторов одинаковая. Возможно, где-то собирают там чуть-чуть по-другому. Но, опять же, я не слышал ни одного отзыва, что словацкая сборка лучше российской. Вот, наоборот, говорят, что в Словакии машины собирают хуже. Я не буду какое-то свое мнение на этот счет высказывать. Но я знаю, что и те, и те моторы задирают. Поэтому не панацея покупать моторы словацкой сборки. Ну и машины, соответственно, в целом. В чем проблема этих задиров? Кто-то говорил там, да и хрен с ним можно ездить, типа ничего с ними не будет. Ну, во-первых, дилер это проблемы очень часто не признает. Если у вас мотор просто начинает чуть-чуть постукивать, вам могут сказать, типа, а, это нюанс эксплуатации машины, все, ездите дальше. И не меняют, ничего с ним не делают. Но могут действительно признать и поменять мотор. Ну, как повезет он с дилером, как повезет, ну, вообще, какой у вас будет стук и так далее. В чем проблема этого стука, да, этих задиров? Первое, мотор начинает поджирать масло. За счет того, что он поджирает масло, он недостаточно, соответственно, смазывается, да. То есть вы можете просто не уследить рано или поздно за уровнем масла. Он сожрет его достаточно много и стуканет. Вот тогда капец. Поэтому ездить со стучащим мотором очень и очень не советуют. Потому что реально вам никто не даст гарантию того, что вы вот проедете, да, из пункта А в пункт Б, и у вас просто мотор не ляжет окончательно. Поэтому если у вас появились стуки в этом моторе, да, то есть это говорит о том, что у вас появились очень хорошие задиры, и, скорее всего, мотор уже начал поджирать масло, сразу же нужно с этим что-то делать. Нельзя затягивать. Или вы каждый день, каждое утро просыпаетесь и к щупу туда, да, посмотреть, сколько уж у меня там маслица осталось. Или вы ремонтируете мотор. Возможно, меняется на другой и так далее. Что касается вообще появления этих задиров, от чего они появляются. Причина проста. Перегрев. То есть мотор сконструирован так, что циркуляция охлаждающей жидкости не происходит с той скоростью, с которой должна, да. И мотор не охлаждается. Это раз. В современных моторах, да, вот, которые вы можете встретить там сегодня, например, в автосалонах, вроде бы, как добавили масляные форсунки охлаждения таких именно цилиндров. То есть конкретно стоит в цилиндрах масляные форсунки, которые забрызгивают туда внутрь масло. Ну, типа это снижает вероятность появления этих задиров. Спорный вопрос. Действительно, риск оно, безусловно, снижает. Но не факт, что вы с этим не столкнетесь. Возможно, у вас просто оттянется этот момент, да, появления этих задиров. Как можно этого избежать? Во-первых, никаких сеток в радиаторы. Не знаю, зачем люди это ставят. Ну, в принципе, понятно, зачем ставят. Потому что боятся, что у вас в радиатор прилетит камешек, и там радиатор потечет, например, да, еще что-то. Ну, вот, скажите, лучше у вас, чтобы камешек прилетел там раз в 3-5 лет, и вы отдали там 100, допустим, 150 долларов за там хороший радиатор, и поменяли его. Или отдать потом 2000 долларов за задранный мотор. Ну, мне кажется, цены несопостоимы, ответ очевиден. Поэтому, если завод продумал такую вентиляцию мотора, да, вот именно такие щели, это сделано не просто так. И они, дураки, разрабатывают. Они продумывают этот момент. Если они продумали такое охлаждение мотора, значит, так было нужно. Значит, действительно, этому мотору необходимо именно такое охлаждение. Сетка, она имеет свойство забиваться тем же листьями, грязью всякой, да и просто сама по себе она ограничивает поток воздуха на радиатор. И охлаждение мотора ухудшается. Эти моторы подвержены перегреву, и вы еще дополнительно ухудшаете охлаждение. Но, ребят, что здесь можно сказать? Понятное дело, что вы увеличиваете риск возникновения задиров тем самым. Вторая причина возникновения задиров – это долгое прогревание мотора на холодную. Вообще, в принципе, современные моторы не советуют долго прогревать. То есть, буквально там 30 секунд он поработал на холостых, да, вот вы постояли 30 секунд, пока обороты у вас спали уже в рабочую более-менее зону, да, там меньше 1000 оборотов. И все, вы начинаете плавно ехать. Ну, да, не превышая 2,5-3 тысяч оборотов, но вы едете, и мотор прогревается тем самым. То есть, так сказать, на малом ходу, да, прогрев. И это самый эффективный прогрев. Он происходит быстрее, он приходит буквально там за 2-3 минуты. Мотор доходит до рабочей температуры, и он нормально смазывается. В холостом ходу на непрогретом масле у вас мотор недостаточно смазывается. И появляется риск, соответственно, появления этих задиров. Давайте теперь поговорим про доработки этого автомобиля. Ну, во-первых, что, наверное, вам сразу бросило в глаза решеточка радиатора. Действительно, она сделана очень классно. И если в стандартных исполнениях Kia вот эта вот черная решетка, ну, не знаю, мне она как-то не очень нравится, честно говоря, то вот эта решетка, она прям смотрится вообще зачетно. Именно с такой решеткой автомобиля я, честно говоря, не видел, кроме вот этого. Если вы видели, пишите в комментариях, может быть, еще какие-то варианты исполнения этой решетки есть интересные. Машина в комплектации комфорт. То есть, здесь нет вообще ничего. Машины в переднем приводе, да, в принципе, пустой комплектации. Но, да, противотуманочки фирменные, X-Line-овские. Владелец тоже их сам доставлял. То есть, это все можно купить, все это можно поставить. Опять же, видимо, тут надпись интересная. Она смотрится реально очень здорово. Что здесь еще из неродного? Диски. Диски здесь в комплектации комфорт стояли откровенно страшные. Воделец просто взял, купил себе диски от топовой комплектации, поставил сюда. Молодец. Дальше. Пороги. Здесь их изначально тоже не было. Но, видите, стоит крепенький. Водитель на него действительно может опереться и спокойно залезть в салон. То есть, вот, я на него становлюсь и вот. Спокойно могу вылезть и залезть. Очень удобная штука. Какие выводы хотелось бы сделать по поводу этого автомобиля? Она достаточно комфортная. Она достаточно безопасная. Она, в принципе, достаточно неплохо ездит с топовыми моторами, такими как 2,4 литра бензина или, например, дизельным мотором. Она дороговато для этого сегмента. Действительно, стоит она немало. И есть проблемы с моторами, с задирами этих моторов. Но, если вы будете заморачиваться на этот счет, если вы будете следить за автомобилем, да, грамотно его обслуживать, там, чистить радиаторы и так далее, и так далее, то, в принципе, вы как минимум продлите срок службы этого автомобиля до появления задиров, стука, там, жора масла и так далее. Ее можно рассматривать, ее можно покупать. Машина реально очень достойная. Но я бы рассмотрел Рену Аркана. Вот, действительно, съездил и просто сравнил, что вам больше ляжет в душу, так сказать. Потому что машины имеют примерно одинаковый ресурс, примерно одинаково они стоят в обслуживании, примерно одинаково они едут, примерно одинаковое место у них в салоне. То есть, действительно, машины очень-очень блестей между собой. Но кому-то понравятся Kia, кому-то понравится Renault. И тут уже каждый сам выбирает, ребят. Поэтому спасибо, что смотрели мои видео. Смотрите другие видео. У меня на канале их уже достаточно много. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось. Я буду стараться, опять же, делать больше интересного, какие-то другие машины смотреть. Так что, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok